Вопросы актуальны на этой неделе в сообщении пресс-службы на портале органов государственной власти Чувашии. Открывая совещание, Михаил Игнатьев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме Чувашия названа в числе 10 лучших регионов России по данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Михаил Игнатьев отметил, полученная высокая оценка является результатом эффективного взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества. Сейчас, опираясь на полученные данные, необходимо улучшить свою работу. Министр образования и молодежной политики Чувашии Владимир Иванов проинформировал о ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Он сообщил, что аттестация прошла без сбоев, результаты ЕГЭ в Чувашии по всем предметам оказались лучше среднероссийских и более успешны, чем в прошлом году. Как всегда, русский язык лидирует у нас, наши выпускники хорошо его сдают. И при том, здесь 41 стоп-бальник. Мы все работы еще раз перепроверили. И 8 выпускникам, которые набрали 100 баллов, мы все-таки снизили несколько баллов. Почему? Потому что очень важно, чтобы потом эти выпускники, поступив в ВУЗ, к ним, работы, кстати, они еще раз будут проверяться на федеральном уровне, чтобы эти работы потом не аннулировали. И очень жестко мы проверяли всех стоп-бальников с тем, чтобы опять-таки обезопасить результаты. И, соответственно, чтобы они потом после уже, как начнут учиться в ВУЗах, не пострадали. Мы считаем, что это оправдано, с учетом того, что 2-3 балла судьбу ребенка сегодня кардинально не решает. Благодаря принятым мерам информационной безопасности снизилось и количество нарушений при сдаче ЕГЭ. 10 в этом году против 29 в прошлом. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика.